всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня лично для меня знаменательный день объясню почему потому что сегодня будет одна из красоток дмитриевича бритва чрезвычайно необыкновенная несмотря на свой достаточно почтенный возраст на секундочку и весной исполнится 119 лет выглядит она достойно достойно и она является немым подтверждением того что в мире многое перевирается многое делается по-своему в угоду чему-то вот было так 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 а потом решили а ну давай лучше вот делаем вот так 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 и хлобысь и все то что было правдой стала кривдой то что было первым стала вторым или вообще про него забыли так случилось и в этот раз сегодня на обзоре будет бритва от братьев кампф разорс это три брата которые свое время с германией перебрались в америку в обосновались нью-йорке стали производить бритвы начиная аж 1875 года начали они были под мастерях у ножевого мастера там освоившись решили в нью-йорке открыть свое дело и подумали но шо всего то паски опаски давайте что-нибудь сделаем такое что было без опасная и первую свою бритву они сделали 1875 году уже 1880 стали выпускать на регулярной основе бритвы серийно именно эти бритвы по праву должны называться безопасными первыми первыми безопасными они были безопасными начиная с 1875 года пока в 1903 году дедушка жилет не сделал свою безопасную бритву в которой было уже конечно не кованая лезвие лезвие там было совершенно другое то которое мы помогли сделать в институте но вернее сталь помогли сделать в институте а потом он сделал лезвие смысл изобретения жилета сделать то что будет кончаться то есть ну одноразовое мало разовая и люди будут приходить тебе обратно он это сделал а братья камп сделали надежно как делали старые мастера это были не одна не одноразовые клинки там использовали с лезвия именно из углеродистой стали по сути можно было бы это назвать частью опаски так вот первыми были братья камп ну по крайней мере вот по той информации что у меня есть если у кого-то есть другая информация ребят будут ласка сообщите об этом в комментариях под видео а еще лучше дайте ссылку ну а мы мы выдавайте на крупный план трогайте шупайте смотрите перебирайте там много интересного будет для вас но я начинаю догонять о сколько хлопцы я запланировал вам сегодня в обзоре приметов засветить так что на короткое видео во первых даже не надеетесь а во вторых кто за чаем кто за попкорном кто за пивасиком и давайте вертайтесь зад обратно к экрану а я приступаю и обо всем по порядку как обычно это для затравки это у нас уже было на обзоре в коробочке у нас великолепная чудесная раз прекрасное изделие которое появилось на канале благодаря дмитриевичу это малькута это та самая бритва которая меня поразила ну просто шваху потому что это самое нежнейшее самое прекраснейшее бритье которое вообще в принципе то испытывал вот с такими бритвами но покорен покорен и сейчас пока вот она занимает позицию number one то есть ее пока еще никто не победил в ее красота ее необычность но сами по себе покоряют но так как она бреет но это просто просто прекрасно это это шедеврально кто-то из парней спрашивал кто такой малькута да вот она малькута она уже была на обзоре ребята и все чем я бреюсь она тоже есть на канале просто берете и смотрите плейлисте и вот этот товарищ до сих пор еще в моих глазах остался непревзойденным это самый обыкновенный гем там внутри даже написано сделано в америке это все к тому что сегодня будет на обзоре бритва из этой серии так что у нас не так ты вот что у нас не так вот теперь правильно прошу любить и жаловать ребята перед вами 19 а не прошу прощения не 19 119 летняя красотка под названием стар сафати разор которую произвела на свет компания кампф бразерс и ну не сыновья братья наверное американская компания это три брата которые свое время из германии перебрались в америку обосновались нью-йорке за стрелечками были младших двое потом когда старший присоединился они какая-то фигачить и фигачить начали так что аж 1875 года начали производить свои бритвы это не официально там первая бритва появилась она официально и уже прям производства производства у них началось 1880 года это предпоследняя бритва в их линейке вот именно это стар сафати разор после него выпустили еще одну линейку в 1902 году и все алис капут на этом уже все закончилось на этом перестали что-либо производить пока я вам все эти истории рассказываю сейчас откручу ручку покручу и перед вами чтобы вы могли насладиться всей красотой этой замечательной великолепной бритвы не смотрите что нас несмотря на свой почтенный возраст аж 119 лет она так хорошо сохранилась потому что я не поленился так это не суда и не суда а куда это а вот куда это нет и тоже не суда странно вот здесь вот смотрите а вот все правильно это суда вот теперь правильно это специальная приспособа которую благодаря ей вы можете править бритву точить бритву так вот бритвы начиная с 1000 880 года как они начали выпускать ребята особенно 1886 год там такая красота была вау я смотрел на картинки просто я я был в шоке потому что это было очень красиво начинали они у них все было побольше заклепок какие-то квадратные формы потом производство постепенно совершенствовала совершенствовалась но и самые предпоследние посмотрите уже как выглядели особенно вот эта красотка она у нас отличилась она заняла два первых места первое я вам сейчас скажу высшая награда в париже 1900 году и первая самая высшая награда это панамериканская ярмарка и все вот эти вот здесь вот необходимые регалии конечно же отмечены эту бритву легко узнать у него первых здесь 2 2 звезды стоят во вторых заклепки для верхней части здесь уже пропали и стали появляться шарниры но пружинный зажим как был так и остался но в последних бритвах компания стала выпускать уже не просто 11 или 13 зубьев для своих бритв она стала выпускать вот так вот сдвоенные обратите внимание то есть сколько тут 6 по 2 вот так вот все это я узнал благодаря тому хорошему человеку который в интернете разместил каталог этой компании и ссылочку вот про все что я сейчас говорю конечно же вы найдете в описании под видео видео про об этой бритве я нашел всего два первое это конечно наши винтажные бритвы там парень хорошо рассказывает про них а второе какой-то буржуин но буржуинская вам не советую смотреть хотя ссылку конечно оставлю в описании под видео потому что она до неприличия прям какой-то прям вообще вот прям вот глазах мои не видели ребята представляете он вытаскивает там такой наборище там этом наборе но только бабы резиновой не хватает там для бритья есть все буквально все и все такое красивое все так упаковано ну просто шо пипец я даже не знал что такие наборы вообще принципе бывают и вот он вот этой вот красотой и бредится за бритву конечно же я говорю спасибо дмитриевичу и не только за саму бритву но и за то что благодаря ему у меня есть теперь вот три лезвия а лезвия для этой бритвы а лезвия узнать очень легко на них на самих ставили звезды так сейчас секундочку аккуратненько вот смотрите вот это вот родное лезвие ну и надпись здесь вот наверху как тут правильно показать по-моему я не кверх ногами поставил да не кверх нормально и хлопцы спасибо вам большое за то что во время от времени что-то подсказывает потому что ну сослепу иногда что-то не увижу как вот например последнее видео оказывается лезвие на той самой аутостроп бритвы было аж 1900 14 года это мировая война как раз началась видимо и сама бритва еще с тех же самых времен то что спасибо вам огромное так где еще то но поставим мы с вами не эти два эти я потом буду сам учиться бриться поставим сегодня вот это лезвие каждая лезвие шло вот в таких еще штучках таких наборов пускалась ну конечно же много но они выпускались двух вариантах вот такой как какой который попроще здесь посмотрите на кнопочки тоже звезда все как бы кожи сделано но внутри серебряная звезда и серебряные надписи а был еще другой набор который отличался от этого тем что у него надпись была уже не серебряная золотая но расположение для свободных лезвий там было всего одно здесь два там одно но это на винтажный бритвах сами посмотрите сами увидите лезвие поставим сегодня тоже родное но то самое лезвие которое отправил михаилу на заточку все кто спрашивает у меня викторич у кого чего заточить кому-то там доверяешь все такое прочее если в москве я отправляю к михаилу если здесь поближе где-то это сергей новосибирск но сам я точу у михаила вытаскиваем аккуратненько вот посмотрите какая она красотулечка но пожалуй преждевременно это сделал давайте ее наверное обратно вставим потому что давайте вначале покажу как она ставится в принципе а это лезвие мы с вами еще на направим а потом только вы поставим а показать как здесь все стоит я могу совершенно другом лезвие так как же функции клирует это загадочное непонятное с первого взгляда существо ребята да очень просто смотрите вот это тот пружинный зажим он сам по себе фиксируется вот здесь вот вот так его вверх аккуратненько раз и сразу же он лезвие поджимает но пока мы его трогать не будем потому что здесь есть еще два зажима вот видите они вот так вот здесь можно подцепить и благодаря этому мы с вами можем вставить сюда лезвие не обязательно их подцеплять можно лезвие оставить так звездами вверх наверно правильно будет да вот так вот берем с вами и вставляем все лезвие зафиксировано чтобы окончательно его ввести в бритвенное состояние опускаем пружину пружина поджимает ваша бритва готова к работе вся вот эта великолепная форма которую вы здесь видите она открывается так вот вот так вот она открывается это для того чтобы мы могли помыть прочистить и как-то привести в должный порядок нет еще раз хочу принести свои извинения что я отмыл ребятам с другой стороны хотелось вам показать как лучше конечно потерял эту самую благородную патину которая скопилась за многое-многое время здесь мы все-таки 119 лет не шутка но другой стороны вот смотрите как отмыл в этой микроволновке ультразвуковой с профессиональным моющим средством смотрите как засияла сразу как будто сбросила сразу 100 лет и стала просто 19-летней красавица просто красавица промыли опять закрыли опять готова побрились открываете зажим вытаскиваете ваше лезвие ребята это лезвие из углеродистой стали обращайтесь с этим как с опаской то есть после того как вы побрились обязательно его промойте когда будете промывать вот так руками еще помогаете чтобы кончик промыть весь полностью потом берете мягкую ткань и точно также протираете пальцами не возбраняется но только вдоль вдоль чтоб не порезаться и вот в эту сторону тоже можете чтоб с кончиков но не обратно потому что без пальцев останете сразу махом и после того как и кстати если будете делать пальцами пальцы жирные они оставят на стали какой-то свой определенный след это для сохранности будет как бы тоже в плюс но если вы оставляете эту бритву на долгое время конечно же возьмите и законсервируйте для этого есть специальные составы ну и все после того как промыли протерли отставляете аккуратненько в то где вы правите или вот в такую приблуду и пробежали по ремешку или в что-то другое если у вас что-то другое есть для этих целей а что же другое а давайте посмотрим крайний раз когда мы с вами направляли бритву тоже клинковую это мы брили с вами на малькурта я использовал вот эту вот приспособу автостроп который опять же смог вам показать благодаря дмитриевичу и ремень от андрея левченко ссылку которую на которого вы опять же найдете в описании под видео чтобы разнообразить наши с вами сегодняшнее действие я решил поставить другую приблуду это же а дмитриевича такие вещи тоже использовали вот обратите внимание видите здесь язычок так крупным планом пожалуйста оператор слушались так что-то ты перекрупнил давай маленько вот так хорошо так вот в этот язычок мы с вами вставляем лезвие здесь посмотрите какая красота и сколько всего написано у вас глазки молодые прочитаете а я так только половину то и вижу что-то wilkinson made in england это увидел глазастый ты прикидываешь ребята не обращать внимание кое-что действительно не вижу но иногда прикидывается так что имейте ввиду ну и здесь язычок язычок нам нужен для того чтобы собственно править как же мы это делаем а делаем а стопе стопе наоборот было вот это что ты мне тут мозги конопатишь вот это не было точно ребята вот эту мы с вами еще не видели а я и вот это прокол ну ладно ничего страшного так вот сегодня будем править на это это тоже дмитриевича здесь язычок уже в этом месте здесь смотрите путем шестереночной передачи вот этот механизм у нас с вами работает внутри посмотреть вот такая качелька качелька колыбелька которая собственно и приводит то в действие язычок все элементарно просто ватсон здесь ничего такого сложного совершенно жалко ни одной надписи нет совершенно но зато есть вот такой вот карабинчик форме сердечко тырц ну я вас тоже люблю и закрываем все заряжаем начале конечно же вставляем ремень а потом уже вставляем саму бритву пропускаем через качельку ну и все что осталось нам просто вставить наше лезвие для этого мы его теперь уже по-настоящему вытаскиваем и вставляем в этот механизм все теперь все что осталось аккуратненько вот так вот собираем зажимаем чтобы она не колыкнулась никуда ничего не ушло и идем до ближайшего крючочка штыка выступа где чего торчит или у кого торчит находим это цепляем и начинаем править все пошли править вообще-то не править она наводить так нужно говорить теперь все что нужно просто ремешок вверх вниз вводим и смотрите лезвие у нас соприкасается с кожей видите до после того как закончили аккуратненько снимаете потом придерживая все это раскрываете бутон розы чтобы не дай бог не зацепить ремень и только после этого вытаскиваете ваши то где вот и только после этого вытаскиваете ваше лезвие теперь его можно ставить бритву а эту штуку вешайте обратно на стеночку до следующего раза пошли вставлять все лезвие у нас наведено теперь берем нашу бритву аккуратненько вставляем закрываем спускаем упор все бритва готова к работе тот ремешок это лезвие это бритва погу позволит вам бриться долгое долгое время но рано или поздно встает тот момент когда лезвие все таки уже тупится его нужно или навести еще получше или уже отдавать заточку так вот для этих целей раньше тоже были приспособы одну из них их много было но одну из них благодаря дмитриевичу я вам сегодня могу показать совершенно необычайное устройство которое называется ball bearing sharpener скотт посмотрите какая коробочка почти не пострадала и дошла до нашего времени гарантий универсал sharpener универсал это вот смотрите как вот здесь вот показано это говорит о том что он в принципе то мог затачивать вот такие кованые лезвие для многих бритв для этого нужно было использовать всего лишь вот этот набор в нем посмотрите какая очень интересная державка есть скотт вот это я не совсем понял ребята скотт потендед дженуаре это январь 1.18 что 18 год или что это но и здесь вот тоже посмотрите то же самое дженуаре 118 наверное январь восемнадцатого года вот те самые шарики которые сказано даже в названии все это вот на такой качели зафиксировано здесь металлическая пустотелая трубка потому что вот здесь вот даже на просвет можно увидеть что она пусто но если бы даже этого не было все равно по весу чувствуется что она пустотела все что вам нужно было для того чтобы направить лезвие это использовать тот самый камешек который идет в наборе посмотрите на ложе на специальном хоп и вот такая коробочка с одной стороны у нас видите камень с другой стороны у нас кожа и если вам всего лишь немного всего лишь маленько нужно было что-то направить то вы берете лезвие открываете вашу прищепочку вот посмотрите видите как она она прилипает прям к стенкам и она по сути не меняется конфигурацию самого лезвия давайте побольше покажу покрупнее вот так вот она фиксируется а после этого если чуть-чуть переходите на кожу но на кожу естественно вам нужно ввести в обратную сторону а если вы на камне работаете то я думаю думаю наверно в обе стороны можно водить хотя я бы наверно все таки ввел вот так вот хотя что мешает обратно вести и вот таким вот макаром вы могли бы ну так для того чтобы у вас это работало нужно ровно это вставлять я сейчас ставил криво мой косяк ребята и не ставил то я ровно но после того ненадежно после того как это все коснулась она маленько сдвинулась вот и и все и поехали шарик катится и не дает лезвию сбиться вот так вот эта машина и работала че сказать я сам не определю что это такое дмитрище дмитрище спрашивать бесполезно он вот такая печать есть у него один критерий натуральные натуральные точит не точит нравится не нравится ну и конечно же он свою душу данным давно уже просватал сланцем сланцы это его все вот немецкие бельгийские ну и может быть чуть-чуть еще английские вот такой вот камешек а что да вот этого понятно что она здесь зафиксировано и понятно что это не новодел понятно что это делали раньше но примут я вначале подумал что это резина но нифига ребята это все-таки кожа посмотрите как хорошо сохранилась вот такие приспособы тоже были собираем а сегодня у нас будет совершенно необычайное мыло для бритья настолько необычайно что его за туалетное даже поначалу принял и даже любимой подарил но потом когда петров написал вадим ты что это же самое настоящее мыло для бритья тому смотри какими даже буквами написано но я вернул перед любимой а потом отдельно извинялся но сейчас все нормально консенсус достигнут и на самом деле да на самом деле это мыло для бритья но она совершенно необычное название кипкин кипкин это вот знаете вот совершенно никакой информации не нашел потому что ну понятно что это человека мужчина женщина мальчик девочка кто это вообще не ясно всю информацию что сумел нарыть это то что во первых он делает великолепные жировые мыла вот посмотрите состав прям где сейчас можете почитать кому не видно сделаю покрупнее а во вторых это делается на севере греции но делается не просто так в этих вот во всех мылах кипкина присутствует мыло водяного буйвола которая чрезвычайно жирная и делает мыло таким прям вот непредзойденным что там что-то наш мылом аж молоко это вроде как волшебное какое оно волшебное где маркетинг и где тут реклама ребята я не знаю но то что в мылах используется молоко водяных буйволов но это как бы инфа сто процентов и вот там вот свой артизан делает смысле своими руками небольшие партии эти партии режет на небольшие кусочки все это упаковывает вот такую замечательную бумагу ставит печать из воска и отправляет по всему миру страницу этого артизана я найти не смог все что я смог найти это информацию у него магазин есть на этом на itse и ссылку на его магазин конечно же я оставлю вы сможете сами сходить посмотреть ребята там всего дофига просто навалом а вот этой красотой мы с вами сегодня будем бриться ухты мужик то смотрите шарит соображает не одну бумажку а целых две почему я без без задней мысли совершенно просто решил что я мыло это подарю любимой потому что она пахнет чертовски привлекательно она просто шикарно пахнет это не твердое мыло но и не мягкое вот смотрите его могу продавить я давлю чуть-чуть если сильно надавлю я боюсь что его до середины продавлю ну как же она все-таки держит форму я думаю это тот самый случай когда можно по чуть-чуть отщипывать класть чашу и там уже наводить пену ну просто просто шикарный запах шикарный запах посмотрим как будет брить и ну и конечно же петров свой еще раз огромное огромное спасибо мы прямо сейчас это в чашу загрузим а в какую чашу так нет не это это кардинал она была на прошлом обзоре и ческать ребята я был короче я не прав потому что поначалу когда я увидел что вот там что-то красненькое там кардинал дарам дарам да на самом деле она называется вроде кардинал но она на картинке хуже чем в реале то есть вот в реале ее держишь и просто вот вот это все понимаете красная белая серенькая и вот это плюс она хорошая чаша хорошие прям вот прям хорошие душевная мне она очень понравилось держать удобно держать хорошо но сегодня будет вот вулкан да лава 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 ребята что здесь от лавы я не знаю но для меня она ассоциируется с чем-то домашним чем-то уютным чем-то таким спокойным и умиротворяющим но и конечно тоже звенит не ну ботала конечно из такого не сделаешь корова дура она разобьет сразу все но звенит чаша хорошо это значит сжигали правильно при температуре выше чем 1100 градусов и это сделано все здесь по фуншую возможно какая-то отсылка клаве есть вот в этой раскраске которая здесь есть смотрите как уже подостывшая лава такие разводы интересные с этой стороны все удобно можно и пальцами цепляться и так цепляться ну и конечно же та вещь которая меня покорила сразу окончательно вот такой выемки вот такой вот вот смотрите как вот это вот как выбоинки такие как будто ножом мастер по дереву прошел и вот оставил вот такие штуки но это конечно же не так потому что это делает все по глине а потом обжигается ребята я такое увидел впервые только у олега больше не видел ни у кого а когда попробовал мне это очень понравилось это гораздо интереснее гораздо лучше чем простые какие-то пупырки или какие-то разводы да несомненно это тоже имеет место для жизни но вот это мне больше по кайфу так вот с этой чаши сегодня и будем работать для того чтобы так сколько там говорят 3-4 грамма для бритья ребята никогда не считала считать не собираюсь потому что ну кто кайфу кто счастье мерит граммами мы наверно с вами возьмем вот такой вот кус мальчик ну шмат шмат мыло это конечно так не вызовешь и возьмем его так вот здесь вот так вот аккуратненько так раз и пришпан дуем и вот так вот даже наверное вот так вот чуть чуть вот давай пахнет пахнет шикарно вот вот этой штукой мы сегодня будем бриться ну а помазок как обещал добьем добьем экспериментальные из чего же мы сегодня будем тут пробовать так это лошадь это так это у нас кабанчик у кабан вот только что был еще на у кабана заряжать что-то это барсучок а это это опять лошадь только одна с повышенной набивкой другая не очень так вот это с повышенной а давайте знаете что чтобы окончательно бесповоротно мыло проверить давайте на вас сегодня барсучка возьмем это барсучок другого состава не такого как у нас сейчас будут выходить по мазке вот буквально на этой неделе вот они уже выйдут и посмотрим как он сработает все остальное так как обычно то есть ручка взял самые простые которые мы из бука наваяли пятачок конечно же наш вот сегодня с этим красавцем и побреемся а чем заполируемся то спросите вы а я вам скажу эти парни захотел праздника с одной стороны рука потянулась вроде как 47 11 авто шей вы думаю ну вот час отпускай будет он а тут рядом стоит и это так найти под мир гитт иванов не ссы давай бери меня игру дурень ты же одеколон да не ссы нормально все будет давай бери меня и вы слушай отвали ну ты одеколон дай-ка вот с этим так короче ты мужик или не мужик не хочу сказать что он меня слабо развел но после того как я открыл крышечку понюхал но этот товарищ конечно сдулся сразу потому что здесь запах более насыщенный более ядреный более взрослый более такой сказать ну вот уже настоявшийся такой знаете вот не дубовый а как вот хорошее вино открываешь вот и ты вот чувствуешь да это я по адресу зашел накапай мне кружечку и вот здесь вот та же самая вот история сегодня будет ребята одеколон 47 11 при любом раскладе или я побреюсь в ноль бильярдную кость слоновую кость и у меня там все будет хорошо или там в хлам все разнесу кровище будет брызгать во все стороны пофигу как говорят во дворах насрать будем полироваться вот этим но все это лишь для одной стороны лица для второй стороны лица которые вам не покажу но еще не знаю может быть еще и покажу у нас будет экспериментальная плита все вы знаете байкал и предыдущий байкал который у нас был он выпускался три четыре шесть семь и людям понравился почему три четыре шесть семь это имелилась позициями роквелла потому что прообразом этого станка послужил роквелл я решил его переделать по-своему и вот сейчас выпуская новый байкал я решил пересмотреть на нем гапы три четыре шесть семь это конечно все здорово все хорошо но все-таки наверно внесла свою коррективу та сторона так а где у нас тут га больше давайте посмотрим а вот так больше внесла коррективы та сторона что он моих глазах он превзошел роквелла он при всей своей комплементарности которую он собственно оц и забрал от своего прародителя от роквелла он добавил еще свою изюминку и свою грацию свою мягкость шарм и контрастность то есть он был ну для меня не такой повседневный как роквелл роквелл хорош спору нет это бритва всех времен и народов ребята кто там что думает что если она роквелл качу забейте я не хочу это ну просто в роквелле рано или поздно наступает тот момент когда тебе это бритва уже приедается становится скучно тебе хочется перчинку какую-то получить так вот здесь эта перчинка получилось и чтобы эту перчинку усилить чтобы сделать ее еще лучше я поменял разгоповку теперь будут одна плита 5 в руку так 37 а вторая плита 59 так вот сегодня у нас с вами плита 59 и конечно же я его поставлю сразу на девятку вот видите здесь прям заметно что вот этот гад там побольше будет на чем то вот вот на персоне красненькой персоне давно у нас и уже не было настолько давно что уже за это время персона успела в германию свалить по моему там они уже обосновались и там они уже что-то свое делают ну и захотелось попробовать именно на этой бритве и стыдно сказать все нержавеющие первой партии которые уже несомненно становятся раритетом потому что таких уже бритв больше не будет у кого они сейчас на руках ребята если вы их продадите но его глупо сделаете большую их просто больше не будет и у меня тоже их уже нет так вот ну я конечно могу сделать но старых уже не будет уже нет так вот приходится алюминиевая себе слава богу один оставил так вот на алюминиевый сейчас вот поставлю и вот так вот одну сторону лица и побрею надо же проверить что людям то отдаешь вообще она угодно для бритья или это так фуфил какой вот это будет на другую сторону лица ну все пошли бриться хорошо хорошо пробыл дмитрий когда бреешься сидя тут цимул совсем другой совершенно все по-другому просто помазок не стал замачивать так его просто намочу да и все мы уже тоже самое которую вот мы с вами там размазали я уже тут маленечко водичкой замочил и сейчас начнем потихонечку процесс смотрите как бодренько взялось прям прям о как взялось да ладно офигеть ну прям очень интересно петрос спасибо тебе дружище что во время сказал что это мыло для бритья он бы жена распаковала и пошла бы там себе чего-нибудь мыть и там бы ну не мат перемат она удивила что за мыло такое ни для кого из вас не секрет что мыло для бритья и мыло для туалетных нужного как бы разное новички каждый раз прошу то чем она отличается ребята глицерина в первую очередь там его побольше ну там пенообразование то все короче вот вот таких вот вещей ребята творится что пипец хорошо и водички плюхнул как я подозревал что это это она воду любит ну и посмотрите что творится я не вижу никакого совершенно смысла тут что-то как-то долго сбивать потому что уже смотрите чем уже та самая масса найти вот кисель студень из из мыла который ну мы с вами все стараемся как-то сделать учатся по-хорошему вот это вот вот так вот на лицо нанести и массировать потом еще один компресс и мы с вами будем готовы старички знают если кто-то пальцами вгоняет мыло ребята против шерсти делайте против ворфу что везде попало понятия не имею что будет потому что камера все еще новая все еще экспериментирует сейчас мы с вами снимаем видео с учетом последних на на технологии до прочитал в комментарии что там пацаны писали что там куда такую резкость ты шо выруби глаз попугайные цвета стопы вертай зад лучше раньше бы этому ванной лучше было ну не со всеми согласен но с резкостью да там переборщил конечно было дофига поэтому сегодня поставил эндофильтр чтобы убрать лишние блики которые частенько у меня бывает особенно на этих самых пене поставил новые лампы помните самые которые с пульта тысяч тысяч ну вот это вот-вот отрегулировал и самое главное что сегодня используется раньше этого не было помните он говорил что камера nikon z50 чрезвычайно хороша на самом деле хороша может все слева и справа и по-македонски там присядочку коленца выкинуть короче ух огонь но на мой взгляд у нее охерительный минус по дебильному сделали экран официальная версия компании когда он откидывается только вниз это для селфи вот ты самого себя любимого стоишь и щелкаешь ну блин как ну там штатив все время но как и на штатив этот экран поставлю и получается если его откидывать то кстати все загораживает по идее не вижу нифига вообще а тем более видели какой там объектив вот такая базука но слава богу никонисты догадались сделать программу которая ставится на телефон и если ты там фотографируешь что на фотке сразу туда ну типа там кто с память фотами любит но плюс ко всему у нее есть функция удаленной съемки теперь хотя бы благодаря вот такой технологии я могу видеть что на экране но пока вроде ничего мужик там какой-то языком мелит но в кадре хотя бы что будет на самом деле я не знаю посмотрим так ну что давайте еще один компресс да уже наверное приступим помолясь так чтобы время зря не тирать тут еще это по теребоню маленько хотя тут уже мне кажется он смотрите чего творится излишки помазок ведет себя пока на удивление хорошо я к новым вещам осторожно отношусь мало ли но смотрите это ведь должна быть очень хорошая если она прям с первого раза так торт не что уже оставаться не хочется компресс а не для меня цветут сады а не для меня дом разольется ну давайте посмотрим хороший хороший сразу чувствуется мешочек плотный такой сбитый кубу это знаете вот на что похоже на плохую грушу для берет для бритья хорошая она прям как камень а вот которая уже познатьилась маленечко которые знаете уже так поистоскалась который жили хорошо получила прогибается маленький так вот не каменю кого так как пенорезинную форму какую-то вот такую найти вот она и не твердючая и не сопля и она тебя вот так вот обволакивает это вот как какой-то какой-то материал который вот есть неровная поверхность ты его кладешь он хлопь его такую форму принял и так и дальше пошел вот ух ты были так чуть 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 не хватает банды не хватает что сделаю вот так вот маленечко оба поди боже мой ребята посмотрите ну только посмотрите на это вот 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 он этот массив вот он будем выпускать эти помоски будем стопада водим это вещь реально хорош так ну чего хватит зубы заговаривать давайте наверное это пока уберем сторонку ну иди ко мне радость моя покажи чем одежда так это суда это суда а бритву на грей ну хоть я михаилу доверяю как себе то есть но он хороший мастер реально хороший но все-таки в голове держу слова дмитриевича что всех бритв ему подошла только одна причина проста то бритва которые чтобы ты полюбишь который тебя полюбит их не может быть много то есть каждой кожи каждой щетине своя бритва и вот из того всего многообразия что у него было ему буквально вот так вот единицы по пальцам которые были действительно по кайфу вот в душе и вот он любил ими бриться а что будет с этой я не знаю я понимаю что 119 лет это как бы ну посмотрим не будем загадывать но чем богом но это вода это уже не пролезет так я заткнусь ненадолго вы хоть послушайте как щетина трендачит ух мне это слышно это надо слышать потому что вот это вот все это не только пеносборник это еще очень хороший резонатор прям держит услада для моих ушей я кайфую когда это слышу видите целый проход я уверен что еще эту сторону прошел и все еще бы там было нормально хорошо собирается элементарно просто элементарно так дорогуша ты полежи а мы сейчас новую пенку нам отрячим ребятам было хорошее запах несколько уменьшился по сравнению как вот он брикете был но все равно какой-то маленький отголосочек остается и вот вот он создает комфорт я бы не сказал что как-то его сильно ощущаю вот вы его почувствует только когда обратите на него внимание если просто бреди как пельмени пролетели вот так вот и бритьем пролетит и вы даже не заметите нифига хорошо вот это мы вовремя зашли будет обязательно будет сожалению это не так быстро как хотелось бы но лучше медленно по хорошо чем быстро и как себе так теперь уже пальчики намочим и и и и и и на этот раз немного да это в принципе и понятно самое обильное самое большое всегда на первом проходе на второй проход и на третий там же остается самый-самый такой датс мизер знаете тут шарика но яки отдыхают вообще я коми конечно благодарен потому что именно на их помог как я впервые вообще в принципе то встретил этот шарик раньше его не замечал как они это делают я не знаю так же как вот эти массив про туру этого ухо обожаю молодцы молодцы не паску перденичали так еще раз нагреем и Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так Ну это я в конце расскажу Ну вот тут разве что Ну давай На тебе Хочешь на пускай будет Все Нету нету Ребята ничего подбревать Я рад Правда рад А еще больше я буду рад Когда кто-то первый возьмет в руки Эту девятку И побреется И я послушаю что он скажет И я послушаю что он скажет Ммм Вот сэбудэдвилэ Так ну ладно Это потом Это не сейчас Все хлопцы Компресс и автошейф Хорошая была бритья Ну конечно не совсем Там один нюанс меня расстроил Ну В конце концов Все мы разные Кому-то это может наоборот по кайфу Так ну шо Пузырявочка 4711 Кто вообще это немцы Шведы Кто это Стыду своему Что-то я это Керн Кернская вода Ну немцы Стоподово да Ну давайте немцы Порадуйте Дядю Вадю из Сибири Хе-хе-хе О Хмм Хрошу Знаете вот за что мне нравится Вот это вот Когда есть поорать За то что оно вот Хорошо за печенку берет Как продерет Как рашпелен Тебе Шак тебе Это как баньки Венечком тебе Так с отчажечкой Так что у тебя там Пум Все отстегнулось И в трусы высыпалось Вот так вот хорошо Оооо Ай Ну ж готово Справа Где ж корябал А пахнет Парни кто еще ни разу Не автоширился Одеколону 4711 Попробуйте Попробуйте Если он у вас есть Попробуйте Оно того стоит Да расход бешеный Одеколон так конечно Не пользует Это не его стихия Но Взамен Вначале вот это Ух тебе У тебя все дымом А потом в жар А потом вот так вот Все растекается Ну как стопарик с мороза Накатил Типа того Да Ну вот такой По венам побежал Огонь Огонь Ни капли Я уж про запах Вообще не говорю Сейчас амбре Вот прям сейчас Собирайся Прыгай маршрутку И все бабы твои Ну в смысле Все клиенты твои Так Уходовые Ну какие тут уходовые Ну что то липкое есть Посмотрим Посмотрим Так Ну С чего начать Да у нас сегодня разговор Один Два Три Четыре Давайте наверное С мыла Аполло Че сказать Хорошее мыло Просто хорошее мыло Че вот так вот Вау Пацаны Стройными рядами В Грецию Ломитесь Там Баулы с собой Берите Косите Да я бы не сказал Наверное Оно просто хорошее мыло А чего мне собственно Не хватило Для вау Вот для этого Ну наверное потому что Запах пропал Слишком быстро Он здесь слишком хорош И вот так Отдельно просто балдеть Вот уже хорошо Уже Вот только из-за этого Потому что все остальное Было на самом деле Вау Вау Пенообразование Вау Скольжение Вау Подскольжение Я уж не говорю Та мулька Которая Это самая Официально признана То есть Из молока буйвола Делают Водоплавающего Водоживущего Подводного Я не знаю Что это за пород Такая вообще Кто знает про них Ну короче Буйволы Которые тусят В воде В озере Особая порода Какая-то Я так понимаю Что это что-то большое Вот с такими рогами И вот он в воду Заходит И там что-то Камыш косит Или еще что-то Ну я видел Где-то такое Во Вьетнаме По-моему Такие были Ну вот это Ну вот такого Чтобы знаете Как прям вот Пробрало Чтоб душевно Возможно Я сам там Участь виной Потому что Ну может быть Как-то не сбил Не перезбил Может вазы Перепузовал Но я Такого не заметил Вот просто Хорошая мыла Вы знаете Вот Я бы ему поставил Просто пять Просто пять Без всяких Добавочных баллов Без всяких Реверансов Вот как честному Трудяге Ставить ли ему Какие-то Минусы Ребята Ну при его цене Вы представляете Крафтовое мыло То есть Ограниченными сериями Партии выходит Разные ароматы Человек делает все руками И сто грамм Стоит шесть баксов Да за что Вы что Побойтесь бога Это даром Это просто даром Но другое дело Все равно Вы его нигде не возьмете Мало кто с Иции Наберется храбрости Заказывает Потому что пока Там Через океан Да то есть Пятое-десятое Кто не в курсе Яйца Это в Америке Но если вдруг Вас занесет Попробуйте Попробуйте А судя по тому Что я видел В этом самом В Англии Цена в фунтах Стерлингах 15 фунтов Стерлингах Ой хлопцы У меня там Батарейка Заканчивается Ну я собственно Уже обо всем Рассказал Остается только Попрощаться с вами Добра Счастья Радости Берегите себя Берегите своих близких Да я могу здоровья Пускай всегда 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 Будет хорошо Ну и До новых встреч Я буду потихонечку Учить своему разуму Осваивать новые технологии А вось Что-то Получится Ну все Пока-пока До новых встреч Берегите себя Подписывайтесь на канал И инстаграм тоже Регина Профилопередать Подписывайтесь На инстаграм У нас новая девочка У нас новая девочка Которая Курирует Скажи пацанам Кому ни в лоб Пускай заходят Я вам сказал Кому ни в лоб Заходите С Региной Унакомитесь Ну все Пока-пока Куда с добром Закончил видео Конечно Как же Сейчас Про бритву Про бритву Не поговорили Так вот Ребята Бритва Мне понравилась Понравилась Внешностью Понравилась Своей элегантностью Понравилась Своей Скажем так Импозантностью Ну и то Что она медалек Своевременно Собирала В двух местах Парижа И на панамериканской Выставке Конечно Тоже о чем-то Говорит Но все-таки Лично для меня Есть один нюанс Который Я еще не знаю Как с ним быть Потому что Вот обратите внимание За счет Той конфигурации Которая у нее есть Вот этой вот Вот видите Вот этой жесткости Мне не хватает То ли я брююсь И неправильно То ли я делаю Что-то не так Но у меня Вот такое ощущение Что вот здесь Вот даже чуть-чуть Отходит Кто-то скажет Иванов все Сдурел что ли Как ты там давишь Что у тебя Что там все загибается Может быть Может быть Но скажем так Вот второй бритвой Я прошел Как брейдером И там вопросов не было И все То есть Вот этой вот Монолитности Сбитости Мне пожалуй Не хватило Возможно Когда я свою технику Когда я научусь Ей бриться Тогда я буду получать Только положительные эмоции Потому что Здесь резонатор Видели какой Тут бреешься Вот этот шелест Срезаемые щетины Который стоит Это просто Ну как у слады Для ушей моих Я кайфую Реально хорошо Реально здорово Но пока Видимо Не научился В любом случае Дмитриевичу огромное спасибо За то что дал возможность Показать вам такой инструмент Ну и самому Конечно же Побриться В следующий раз Будет какая-то другая Бритва Дмитриевича Потому что их там много И все нужно показать И все нужно показать Ну а в заключении В заключении Хотел бы сказать Ребят Мы сейчас на самом деле Серьезно готовимся Чтобы к 23 февраля Успеть Выложить тайгу И в связи с этим Я хотел бы вас попросить Кто еще помнит Кто еще не передумал И кто еще Ну скажем так В теме Ребята Свяжитесь с Сергеем Моисеевым Ссылки на него есть В описании Под каждым видео И напомните о себе Потому что то Что есть на сегодняшний день У Сергея Это бронь на 190 бритв Но как показывает практика Ну где-то примерно 15-20-25 Ну четверть Отсеется Но кто-то забыл Кто-то передумал Кто-то планы поменял Кто-то еще что Ну по разным причинам Не суть важно Но кому интересно Новая тайга из нержавейки Ну вот Пожалуйста Напомните о себе Сергею Ну и Титановых 53 штуки Про них я тоже говорил По ним Я так сильно не афишировал Но пока там и бронь-то небольшая Всего 10 штук Забронировали Ну и хочу напомнить Что 5 из них Будет с каменями На них сильно не рассчитывайте Из 5 2 уже забраны Одно я не знаю Оставлю Не оставлю себе Ну посмотрим Ну а там 3 штуки Ну там уже тоже По ситуации Посмотрим Да и все Но сам Титан конечно Да Я все жду Когда она выйдет Чтобы ее сравнить С тайм лесом Ну не то чтобы сравнить Это разные бритвы Их нельзя сравнивать Чтобы вместе с ними С двумя кайфануть Потому что Титан в одной руке Титан в другой И так вот одновременно Побриться Ну это же интересно Ну и потом сразу же Отошли ее хозяину Ну в смысле Тайм лес А то и так Она у меня уже Загостилась А вот на этом На этом пожалуй Что и все Добра, счастья, радости Берегите себя Берегите своих близких Да и вам будут дорогие Пускай у вас всегда Все будет хорошо Ну и до новых встреч Всего вам самого наилучшего Пускай будет то Что вы задумали Пускай случится так Как вы хотите Если этот дурацкий ковид Все-таки кого-то Где-то как-то подкосил Ребята Найдите в себе силы Не сдаваться Найдите в себе силы Встать с колен И идти дальше Потому что Если вы этого не сделаете За вас этого никто не сделает Поверьте мне Так и есть Ну все Пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok